Желтые жилеты планируют устраивать масштабные акции протеста каждую субботу. Об этом завел представитель движения, которое борется против повышения цен на бензин. В субботу на Элисейских полях собрались несколько тысяч человек. Акция переросла в беспорядке. Участники возводили баррикады и жгли автомобили. «У нас сложилось впечатление, что власти не хотят менять жизнь людей к лучшему. Мы действительно так думаем. И мы рассчитываем продолжить борьбу. Желтые жилеты хотят устраивать акции, подобные той, что была на Элисейских полях, каждую неделю. Они хотят следовать, к примеру, людей, которые трудятся на местах, не покладая рук. Мы хотим, чтобы движение продолжило борьбу и чтобы все больше людей раз в неделю выходили на такие акции». Президент Франции Мноэль Макрон во вторник заявил, что этот налог необходим, если страна планирует выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата. «Я не смешиваю хулиганов с согражданами, которые хотят выразить своё мнение. Я понимаю граждан страны и не приемлю тех, кому нужны разрушения и беспорядок, потому что республика – это и общественный порядок, и свобода самовыражения». Как читает лидер партии «Национальное объединение» Марин Люпен, в своей речи Макрон так и не затронул волнующие французов проблемы. «Единственная хорошая новость – это то, что Макрон успешно приземлился на Марсе. На самом деле французы ожидали от него не такой речи». «Граждане ждали сегодня ответа на два вопроса. Первый касается покупательной способности. Второй вопрос важен для людей, у которых нет иного выбора, кроме как каждый день садиться в автомобиль, чтобы добраться до работы. Ни на один из этих вопросов президент не ответил». Демонстрации проходят по всей Франции. В нескольких населенных пунктах острова Рюндён акции перерасли в беспорядки, из-за чего власти даже ввели на неделю комендантский час. Во вторник он был отменен.